Чему вы радуетесь? Практически ежедневно из Беларуси приходят новости об очередном пробитом диктатором дне, на которые большинство беларусов, открыто или переживая внутри себя, реагируют одинаково – ненавистью к режиму Лукашенко. Ненавистью к режиму – единственной хорошей новостью, от которого может стать только его крах. Но есть и другие беларусы. Их гораздо меньше, но они есть. Не ОМОН или ГУБОПИК, не депутаты или министры, не пропагандисты или фальсификаторы выборов, а обычные простые беларусы, которые почему-то выбрали сторону диктатора. Хотел бы обратиться к ним, ведь знаю, в том числе по вашим комментариям, что вы меня слышите. Я намеренно буду говорить с вами по-русски. Ведь беларусская мова, судя по всему, вам чуждая. Ведь вы радуетесь, когда людей задерживают и бросают в изоляторы, а потом дают реальные сроки за использование нашей родной мовы в повседневной жизни. Радуетесь, когда экскурсовод получает два с половиной года химии за то, что вел экскурсию на беларусской мове. Чему вы радуетесь? Тому, что политзаключенных, которые говорят по-белорусски, записывают злостные нарушители и экстремисты, вешают желтые бирки на тюремную робу и подвергают дополнительным унижениям и пыткам? Или тому, что в Беларуси почти тысяча пятьсот только официально признанных политзаключенных, а около шестидесяти тысяч ваших сограждан прошли через аресты и тюрьмы, начиная с лета 2020 года? Тому, что СИЗО окрестина переполнена не преступниками, нет, а беларусами, которые просто сказали «Я не хочу жить в концлагере имени Лукашенко». Или вы так рады тому, что слова «Живе Беларусь» занесены в список нацистской символики? Беларусь должна жить! Вы с этим не согласны? Чему вы радуетесь? Может быть тому, что диктатор впустил в страну российские войска, которые вторглись в Украину и учинили там геноцид? Тому, что из Беларуси летят ракеты, которые убивают и калечат украинцев? Тому, что Беларусь стала соучастницей войны? Тому, что в 4 утра Россия напала на суверенное государство Украину при полной поддержке безумного усатого старца? Разве хоть одна пуля, хоть один снаряд, хоть один волос упал с головы беларуса по вине Украины? Разве по вине Украины погиб хоть один белорусский ребенок под артиллерийским или ракетным обстрелом? Нет! Но выходит, вы радуетесь, что под ракетными и бомбовыми ударами, которые совершаются с территории Беларуси, гибнут украинские дети? Чему вы радуетесь? Может быть тому, что ни одна цивилизованная страна в мире не хочет иметь с Беларусью ничего общего? Тому, что из Беларуси уходят иностранные компании? Пропадает импортная продукция? А может быть белая лада? Это ваш предел радостных мечтаний? Чему вы радуетесь, что сотни тысяч, а вот уже и миллион беларусов, врачей, ученых, айти-специалистов, рабочих, водителей уехали и продолжают уезжать из страны, потому что хотят жить, а не существовать? Может быть, вы рады тому, что Лукашенко приказал заморозить цены? Но вы же видите эти замороженные цены и что они вызывают у вас восторг? Или вы рады тому, что Беларусь оказалась под санкциями за систематические нарушения прав человека, за преступления против человечности и соучастия режима Лукашенко в войне? Выходит, вы рады тому, что наша страна практически превратила в страну-изгой и Северную Корею 2.0? Так чему вы радуетесь? Может быть, вас радует, что Россия решила отложить для Лукашенко выплату по кредиту в полтора миллиарда? Или тому, что она дополнительно выделила новый кредит на 1 миллиард 700 миллионов? Значит, вы радуетесь тому, что Лукашенко превратил нашу страну в вечного должника, экономика которого не способна функционировать без постоянного кредитования, без наркотической экономической иглы из России? Радуетесь, что диктатор поставил Беларусь полную экономическую зависимость и попросту продал ее России? Так может, вы точно также согласились бы продать себя и свою семью соседу по лестничной клетке? Может быть, вы рады тому, что в нашей стране может появиться российское ядерное оружие? Или тому, что нашей страны, в принципе, может не стать как независимого государства? Тому, что ваш дом в своих кирзовых сапогах, не разуваясь, входит русский мир? Почему вы радуетесь? Может быть, потому, что вы больше не считаете себя белорусами? Или потому, что никогда ими и не были? Тогда скажите мне, будете ли вы рады, когда на российскую войну диктатор отправит вас или ваших близких, и они вернутся оттуда калеками или не вернутся вовсе? Будете ли рады, когда, проиграв эту позорную войну в Украине, российская армия придет устанавливать свои варварские порядки в Беларусь, когда на смену губопиковским покаянным видео придут видео с показательными казнями кувалды? Вы будете этому рады? Вы будете рады, когда железный занавес упадет окончательно и Беларусь окажется за ним нищая и беспросветная, как, например, Тыва, Бурятия или Калмыкия? Именно к этому ведет нашу страну диктатор Лукашенко. Именно так выглядит русский мир, в который он вас ведет. Так чему вы радуетесь?